Всем привет! Сегодня мы поговорим с вами, друзья, о бессоннице. На ночь глядя наша серия видео называется 7 минут психотерапии и я врач-психиатр Волга Васильевна. Вчера был пост про медикаменты, ой, пост видео про медикаменты-антидепрессанты и было несколько вопросов про виды медикаментов, которые вызывают зависимости, про снотворные медикаменты и я обещала рассказать немножко больше о группах медикаментов, которые улучшают сон. Значит, разберем коротко, что такое бессонница, диагнозы бессонницы, ну, как бы он есть, а сомния, но чаще всего бессонница привязана к другим заболеваниям. Из моей области это чаще всего, кстати, к депрессии и к тревожному расстройству относится бессонница. Вот во вчерашнем видео про симптомы депрессии я, наверное, поспешила и среди малых признаков депрессии не указала бессонницу. Она тоже, конечно, относится к депрессии. Причем сложно сделать причинно-следственную связь, что первично бессонница, и от нее человек уставший, без сил с утра и развивается сниженное настроение, или наоборот, изначально депрессия, и человек плохо спит, его мучат мысли всякие. Значит, депрессия, бессонница может быть различных видов, но если так примитивно поделить, то может быть нарушен процесс засыпания, процесс качества сна может быть нарушен, то есть частые пробуждения, неглубокий сон, обрывочные, плохие сновидения. Также может быть раннее пробуждение, и чувство разбитости после сна, то есть невыспавшийся человек встает. Также может быть нарушение продолжительности сна, короткий сон. Значит, все эти симптомы имеют место, и важно рассматривать тоже, они должны встречаться не менее двух-трех раз в неделю, должны быть нарушения сна, и на протяжении, ну, так же четырех-шести недель. И они должны беспокоить самого человека, потому что очень часто бывает, что человек спит, ну, недостаточно глубоко или немного часов, но как бы сам человек считает, что это все нормально, ему это не волнует. И бывают противоположные явления, например, люди в пожилом возрасте, ну, уже, скажем, ну, в пожилом, ну, за 50 лет, да, где-то, продолжительность сна у людей меньше. То есть, если в молодости 8-9 часов спят люди, то многие в возрасте спят, ну, например, 7-8 часов, 7 часов, да. И людей это очень волнует. То есть, например, пациентки наши в стационаре иногда ложатся спать в 9-10, а в 5 они уже бодрые проснувшиеся, а то и в 4. Это, кстати, с 9 до 4, это получается у нас 7 часов. А их очень сильно не удовлетворяет, что они мало спали. То есть, в общем, совокупность симптомов должна быть нарушение или засыпание, или качество сна, или продолжительности. Должно это периодически повторяться регулярно и на протяжении нескольких недель. Пациентам рекомендуют вести дневник сна, дневник качества сна. Также выявляемая связь с другими заболеваниями. Часто бывают и соматические какие-то заболевания. Могут быть выявлены прием медикаментов, некоторых провоцирует нарушение сна, прием алкоголя, наркотиков. Само собой, очень тяжелые от алкоголя и наркотиков бывают такие психотические фазы с бессонницей несколько суток. И также бывают специальные лаборатории, где следуют качество сна. Но это немножко не тема нашего видео. И существует несколько групп препаратов, которые улучшают сон. Все их надо принимать осторожно. Но если грубо, то совсем я могу разделить их на 4, наверное, группы. Первый – это совершенно безобидные препараты, которые продаются в аптеках без рецепта. В Германии они называются хоггер-найт. Бывают всякие в России, наверное, пустырники. Капли какие-то засыпают. В общем, травянистые препараты на основе пассифлоры или каких-то еще гомеопатических составов. Они не все так безобидны, как кажется. И даже травянистые препараты иногда вызывают побочные эффекты. И, в общем-то, без врача их не очень рекомендовано принимать. Но то, что они выдаются без рецепта, да, как бы это легкие препараты. Вторая группа препаратов – это нейролептики, которые ни в коем случае нельзя принимать без врача. Хотя слабые нейролептики даются пациентам не с диагнозом психоз. А вот как раз для коррекции бессонницы и в рамках депрессии это бывает тревожного расстройства. Но и вам никто без рецепта не продаст препараты нейролептики. Серьезно они улучшают качество сна. Без рецепта не продаются. Третья группа препаратов – антидепрессанты. Некоторые очень небольшое количество, которые принимаются на ночь, обладают снотворным эффектом. И четвертая группа – это самые неприятные препараты бензодиазепинового ряда. Которые чаще всего назначают как снотворные, чаще всего. И совершенно препараты не подходят для регулярного применения. Просто катастрофически опасны, вызывают тяжелые зависимости. Их нельзя отменять. При отмене возникают эпилептические припадки, если их резко отменять. И много-много-много всяких неприятностей. В лекции, в видео по зависимости я расскажу о них подробнее. Всем спокойной ночи и хорошего сна. Пока-пока. Ставьте лайки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok